Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С помощью целенаправленного волевого усилия, именно усилие это напряжение. Когда вы начинаете делать напряжение, вы тем самым начинаете потреблять гораздо больше энергии, нежели у вас имеется. Вот я сижу вот-вот на такой вот энергии, как бы сказать, на своем достаточном уровне для того, чтобы я с вами говорил и все. Но когда я на своем тренажере занимаюсь и напрягаюсь, тем самым я, начиная с духовного уровня, пропускаю колоссальную энергию в все свои тонкие тела. Идет своеобразная перестройка, и эту перестройку вы ощущаете. Это, знаете, все-таки вот есть тренировка с помощью тяжести, это одно. Я занимался, знаю. Там тоже идет перестройка, но тут именно перестройка больше именно вот этих вот тонких тел. Важно, понимаете, понять, для чего мы занимаемся. Когда я просто качаюсь, да, чтобы мышцы, чтобы там немножечко сильнее стать. А когда вы проявляете волевое усилие, вы через все свои тонкие тела, раскручивая чакры, проявляете вот эту энергию, которая должна пройти через вас. Естественно, она начинает обновлять все ваши тонкие структуры, и далее у вас именно возрастает мощь тонких тел. О чем говорил самодумал, он именно об этом и говорил. И вот я хочу как раз пройтись по этой всей этой гимнастике, потому что там на определенных напряжениях, то есть, допустим, напряжение 400 килограмм не позволяет еще там что-то там реализоваться, всем этим механизмом, так сказать, открыться. А вот, как он там говорил, где-то когда это начинает идти за тону, вот там-то уже чувствуется, что произошла, уже произошла перестройка, уже они стали гораздо мощнее. И, естественно, они могут, могут нечто большее, нежели вы могли раньше. И это выражается, насколько я понимаю, во всех отношениях. А особенно связанных с творчеством, потому что для того, чтобы творить, нужна энергия. И вот этой вещью я занимаюсь. Насколько это получится, я вот выкладываю, как бы сказать, с нулевого своего занятия, чтобы, если человек пожелает в будущем этим делом заниматься, чтобы он примерно, смотря мои уроки из администической гимнастики, видел, как идет у меня там рост, как идет там прибавка и что со мной происходит. Да, значит, вот после того, как 400 килограмм я сделал, я, значит, на следующий день почувствовал, что-то вывелось из моего организма. Потому что, ну, я анализирую себя, смотрю, что там у меня выделяется, как там у нее выделяется и так далее, и так далее. Именно поэтому я почувствовал. Далее возросла резкая энергетика. Энергетика, когда возрастает, то ты тоже чувствуешь, что у тебя возникает там желание и прочее, 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 прочее. Ну, вот так вот я кратенько сказал. Вот пока, а сегодня я сделал, я сегодня сделал, я почувствовал, знаете, когда идет сильная перестройка вот этих всех полевых структур, то, естественно, вот в голове несколько нам шумит тело, можно сказать, внутри, как своеобразное горячее. Потому что по нему прошла энергия. Она прошла не просто по тонким телам. Она прошла уже, так как тонкие тела соединяются с нашим физическим телом, через ряд промежуточных структур, допустим, через те же акупунктурные каналы. Уже в них произошла работа, циркуляция, что-то сдвинулось, куда какая-то пробка пробилась, что-то там вышло, там, то такое. Ну, вот так вот я с вами делюсь этими воштшами. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.